Всем геймпас, с вами Рапас и сегодня мы с вами продолжаем играть в World Box. Сегодня будет снова, да, мы вернулись к арене, но что это такое, что это за знак вопроса и что за точка стоит посреди огромной площадки? Дело в том, что сегодня будет сражение между курицей и некоторыми видами существ. То есть, будет там, к примеру, орки сражаться, потом если выиграет курица, будут сражаться другие существа, ну, в принципе, вы поняли. Так что предлагаю посмотреть, сможет ли выиграть курица. Но, ребят, понятно, что я обычную курицу не пущу на арену, ну, в принципе, как нормальный и здоровый человек. Она, вы видите, да, очень, прям очень сильная. Блин, капец, я не знал, что она настолько сильная. У неё есть кофе, щит, так ещё и мощно сил. Так ещё, ребят, посмотрите, сколько у неё черт. Ну, это вообще, конечно, может с ума сойти. Так что предлагаю, в принципе, начинать. Можем сейчас закрыть вот это вот, не знаю, зачем здесь знак вопроса, в принципе, мы можем его закрыть. И поставить, ну, давайте поставим, что ли, уже если я заговорил за орков, пускай будет несколько орков. Ну, допустим, пускай 76. Давайте, побежали. Ладно, я понял, тут без моей помощи не обойтись. Давайте, сюда. Погнали. Пипец, курица, конечно, у нас очень сильная. О, офигеть. Ты шо, курица? Капец, не знал, что курица может у нас на такое. А ты куда убежал? Пипец, ребят, это какой-то босс. Очень сильный босс. Ну, хотя, в принципе, он и был запланирован как босс. Так, при том, даже хп, ребят, не отнимается. Не отнимается даже хп. Это как? Ой-ой-ой-ой-ой. Забивает курицу, забивает. Но, погоди, курица, а какой у тебя там урон? Какой урон? Вот урон у орков там от 10 до... Ого. Сильные орки. А у курицы от 17 до 34. Так, еще, ребят, критический шанс огромный. Скорость и скорость атаки. Еще и броня, ребят, офигеть какая. Так что, мне кажется, тут курица сможет победить орков. Еще и со своим этим мега-сердцем. Что-то очень долго идет бой. Я думал, что как-то будет побыстрее. Но я так понимаю, что орки очень сильные. Но у курицы хп так и не кончается, ребят. Они как будто бы только восстанавливаются. Я не понимаю. Давайте еще побыстрее сделаем. Потому что я так вижу, что очень-очень долго идет. Давайте я помогу все же курице. И перейдем к следующему раунду. В принципе, я хочу соединить еще идею с тем, что... Пускай будет сражаться курица с животными. Или же пускай она сражается со своими... Так сказать, родней. Давай, нападай. А родней не будет атаковать. Потому что, как бы, они не настолько сильные. Итак, тогда предлагаю, ребят, поставить здесь медведей. Где-то, может, три медведя. Посмотрим, сможет ли победить курица от трех медведей. Ну, слушайте. В принципе, первого она хорошо побеждает. Но вот второй присоединение... Почему ты орков так долго била? Хотя там разница в 40 хп. Пипец как. Мне кажется, самый финальный босс для босса куриц. Это будет вот это. Да, ребят, маг зла. Мы уже знаем, на что способны маги зла. Поэтому пока что все же предлагаю начать с крокодилов. Давайте крокодила поставим вот так вокруг. И пускай нападают. Не знаю, курица должна победить, по сути. Ну, я, по крайней мере, так думаю. Ну, что я могу, ребят, сказать? Ничего. Крокодилов нет. Все, победила курица. Молодец. Теперь, ребят, предлагаю пойти уже дальше. Эти животные, они, в принципе, понятны. Курица может и животных победить. Ну, предлагаю там две гиены поставить. Но все равно, ребят, курица выиграет. Очевидно, что выиграет курица. Поставим, ребят, колотку. Пускай холодки будут атаковать курицу. На самом деле, это как-то очень странно, что курица атакует холодку. Я не знаю, курица будет ли атаковать. Каким лесом сюда пришел орк? Где он вообще взял? А-а-а! Как будто еще пооставались орки. Алло! Что такие трусишки? Что они все поубегали? Пипец. Ну, сейчас орк поможет. Сейчас орк тут выкрутится. Но курица, ребят, побеждает. Поэтому я помогу курицу убрать это здание. Она, понятное дело, не будет ломать здание. Она, ну, как бы доброй души человек. Ну, точнее, животное. Поэтому предлагаю поставить, ну, несколько демонов. Посмотрим, ребят. Вот сейчас такое сильное противостояние. Потому что, ребят, демоны сильны. Их ни люди, ни орки, ни эльфы, ни дварфы не смогли победить. Поэтому, не знаю, ребят. Обычная, ну, необычная курица сможет победить этих демонов. Возможно. Ну, по сути, ребят, так как это еще и ядовитая курица, ребят, представляете, она уже и ядовитая, и кислотная, и огненная. Ну, короче, ребят, это очень сильная курица. Но почему-то даже, так сказать, гаджет отравленный не помогает. Друиды, это, в принципе, что-то между магом зла и магом добра. Ведь друиды, они хорошо стояли против магов зла, ребят. Мы помним в прошлом видео, как они хорошо так отстаивали свои территории. И у них был бы шанс победить, если бы их было бы больше. Но, к сожалению, они поумирали, и ничего от них не осталось. Серьезно, ребят, курица бессмертная. Вообще бессмертная. У нее уже 10-й левел. Пипец. Это как так? О, все? Все? Только один демон остался? Ну, все, ребят, тут очевидно, что выиграет курица. Все, ребят, демонов нету. Пускай люди завидуют в сторонке. И орки, и эльфы, и все расы. Потому что курица победила. Дальше, ребят, идет на очереди маг добра. Два мага добра. Посмотрим, что они смогут сделать с курочкой. Обычной маленькой курочкой. Которая их атакует на расстоянии. Я не знаю, как так получается. Но, ребят, два мага добра уже 1000 хп. 1000 хп снесли. Как ты на расстоянии умеешь атаковать? Научи меня. Как это? Просто по воздуху, так сказать, биться. А, ребят, и у того, и у того есть щит. Все? Нет, еще не все. О, вот теперь все. Ну, слушайте, ребят, два мага добра снесли 2000 хп. Так что, если бы было бы их тут побольше, с каждого по 1000. То есть, если было бы 15 магов, магов добра, ну или 16, то курицы бы уже не было бы. Ну, давайте проверим. Давайте поставим 5 магов добра. И посмотрим, что они смогут сделать. Ну, очевидно, что курица вряд ли сможет выиграть. Хотя, кто и узнает, ребят, она, блин, демонов там победила. Только не тпхайся, окей, и ты крыса какая-то из-за спины. Не, ребят, тут даже маги добра не смогут справиться. У нее опять хп восстановились. Так что, не, до свидания. Маги добра вы не сможете победить. Три мага добра. А, не, не три. Одни еще, одни струсили. Почему? Ну, это опять, ребят. Ну, что это такое? Не, все, ты исключен от соревнований. До свидания. Он мне надоел. Тпхайся, тпхайся. Если через что-то телепортнется, я его, все, до свидания. Ну, ребят, допустим, победила курица. Потому что, в принципе, ну, очевидно, что она победит одного мага добра. Что он там и стоит. Сейчас мы в основе хп. И начнется очень жесткий бой. Потому что будет сражаться маг зла и, ммм, курица. Маг, ммм, так сказать, ведьма куриц. Все, погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, еще и молниями бьет. Пипец, ты что надеешься? На что ты надеешься, алло? Ну, ребят, могу сказать, что курица теряет свои хп. Вообще, даже много теряет свои хп. Ой-ой-ой, откидывает их там. Э, слушай, так не честно. Она не умеет телепортироваться. Давай обратно. Сейчас я тебя депортирую обратно. Давай сюда. Давай-давай. Не надо трусить. Вроде бы маг зла, а? А, нет, все. Нету шансов у мага зла. Потому что у курица опять восстановились хп. Из-за того, что снова поднялся уровень. Хотя, почему-то уровень такой остался. Странно. Возможно, это даже не... А, возможно, это просто регенерация сработала. Да, кстати, возможно, и в этом дело. Да ну, ё-ка, ЛМН, куда ты опять ушёл? Давай сюда иди. Пипец. Уходи куда-то в сторонку, чтобы хп восстановить. Серьёзно. Ну, ты опупел? Не, ребят, ну ты серьёзно. Ну, на самом деле, очень долгий был бой, но... Мне кажется, он того стоил. Он... Да ё-моё, куда? Куда опять ушёл он? Или... Нет, я думал, что его уже победили. Нет, опять струсил, видишь ли. Почему? Алё, у тебя там осталось? Ну, чуть-чуть хп. Курица, давай, доби. Вот и всё, ребят, никуда не отойти, никуда не телепортироваться. Вот и всё. Вот теперь всё. Теперь это честный выигрыш курицы. Но предлагаю теперь дать друид. Друиды или друиды... Дру... Дру... О! Ого, запутывает, запутывает. Ну, ты не думаешь, что курица такая слабая? Нет, конечно, она тебя там сейчас забьёт. Чё, серьёзно? А-а-а, ребят, забыл вам сказать. Курица ещё умеет гранаты кидать. Так что, ребят, это необычная курица вообще. Капец, ребят, до сих пор ещё идёт битва. Как так? Ну, погодите, у курицы уже 81... Ну, в принципе, понятное дело. Как бы, пенсионер. Можно, в принципе, понять. Но... Как ещё жива? Вот это вот. Как? Даже, ребят, не знаю. Наверное, можно, в принципе, на этом заканчивать. Какой можно сделать вывод? Вывод такой, что... Курица сильная. Её можно добавить в следующие соревнования, в принципе. Если будут очень жёсткие соревнования между некоторыми расами. Но дело в том, что... Я дам вам это всё на размышления в комментариях. Можете написать в комментариях, кто из них выиграет. Потому что это можно ждать бесконечно. Курица восстанавливает все хп. И он восстанавливает все хп. И тут непонятно, кто выиграет. Кто из них выиграет. Поэтому, ребят, я это дам вам на размышления в комментариях. А я предлагаю на этом закончить. Надеюсь, вам понравилось. Мне, в принципе, понравилась драка. Я верил в курицу, ребят. И даже курица смогла победить демона. Демона. И даже, ребят, магов зла. Но почему-то... Маги зла слабее. Представляете? Маги зла слабее, друин. Почему так? Почему? Так что, ребят, пишите комментарии. Напишите, какое ещё можно сделать соревнование, арену. И напишите в комментариях по поводу того, кто же из них победит. Ещё хочу сказать, что ссылка на Дискорд и Телеграм, как всегда, в описании. Она там никуда не девается. Также, ребят, не забывайте про лайк, подписка. Это вы найдёте там же, где и Дискорд и Телеграм. Только на написании. Ну, а со мной был Яропас. Всем удачи, всем хорошего дня. И также, хорошего настроения. И всем... Аревуар. Субтитры сделал DimaTorzok